Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема сегодняшнего выпуска – благоустройство. Это хорошо известное всем слово предполагает комплекс мер по созданию комфортных условий для проживания людей в городах и населенных пунктах. А еще благоустроенность – это уровень цивилизованности общества. Столица Чувашии в 2012 году была признана самым благоустроенным городом России. И с тех пор становится только краж. А с верхних этажей домов город предстает в таком неповторимом блеске, что сразу становится понятно, почему чебоксары называют еще и «жемчужиной России». Летом «жемчужина России» утопает в цветах, расцвечивая город всеми цветами радуги. Но происходит это не по мановению волшебной палочки, а благодаря старанию истинных мастеров своего дела. Очень много у нас цветов. Все сказать даже невозможно. Название цветов в основном – пигуни, питони, цинерари, сальвия, и рези. Названий цветов у нас много очень. Разные фигуры создаем. Люди говорят – красиво. Радуются. Во дворах, в скверах, парках, на улицах и площадях только специалистами акционерного общества «Зеленстрой» высаживается более миллиона цветочных растений. При оформлении цветников используются элементы чувашской символики и цвета национального флага. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, осмотревший вместе с главой города Леонидом Черкесовым то, как ведется высадка растений на Красной площади, внес свою лепту в благое дело. Живой организм? Все сажаете цветы дома? Все. Я сажаю лишнее. Все, молодец. Мы уже 71% высадили цветов. В тиражный день был. К какому сроку все завершите? Ну, в дню распылику все завершим. В 20-м высадку цветов. Город утопает у нас Чебоксару в цветах. И все-таки все равно, Михаил Васильевич, вы какие-то еще и замечания делаете в голове, что маловато цветов у нас в городе. Как, Леонид Ильич, справедливо вас нацеливают на посадку еще большего числа цветов? Ну, Михаил Васильевич всегда справедливое замечание делает. Мы из года в год количество и цветов, и посадки деревьев, и кустарников увеличиваем. В прошлом году зеленстрою помогли в финансировании. Они две теплицы новых ввели. Всего сейчас у них 10 теплиц. И практически около 80% цветов они сами производят. Наша задача, чтобы практически 100% они производились. На самом деле, очень много делается в городе Чебоксары по благоустройству микрорайонов, дворовых территорий. Сами горожане, с учетом благоустройства дворовых территорий, мы ежегодно наблюдаем, выходят сами по своей инициативе, выводят своих детей, соседей. Мы понимаем друг друга. Планк у нас поднимается все выше и выше. Даже вот площадь, на которой мы сейчас стоим, она тоже ведь будет преображаться через какое-то время. Здесь тоже будет меняться и архитектурный облик, и, естественно, оформление этой площади будет меняться. К 550-летию празднования города Чебоксары здесь практически полностью будет проведена реконструкция. Сотни миллионов рублей мы выделяли и выделяем. Только в этом году вместе с городским бюджетом выделяем 250 миллионов рублей. От этой красоты социальное самочувствие горожан улучшается. Дети вообще рады. Если на Красной площади пока высаживаются только цветы, то совсем рядом, на заливе, благоустройство Чебоксар ведется иными масштабами. Растут ригели нового московского моста. Здесь сейчас вам что мешает практически с точки зрения подхода? Еще не мешает? С точки зрения подхода нам ничего не мешает. Все есть, все в работе, да? Да, все в работе. Сейчас вот мы возводим самые главные опоры, это 3-4-5. Здесь будет сооружено первое пролетное строение. Планируется в июле здесь начать работы по бетонированию пролетного строения. Сколько человек вообще? Ну, порядка 50 человек. 30 в первую смену и 20 во второй смене. Работаем круглосуточно днем и ночью. Вы практически уже... Да, видно уже конструкцию моста. Ну вот сейчас опоры... Вы уже начинаете закрывать, да, в принципе? Да, да, мы уже все на этом плане выходим. Вот сейчас сооружаем земляное полотно, конус существующего моста. Ну и вот в течение двух месяцев мы закончим храметочные опоры, и уже будет видно на самом направлении моста, его высоту. Вид меняется? Ну, в данный момент, единственное, загрузка, это финансирование. С начала года мы получили только 9 миллионов рублей. Это мы разблокируем, все сделаем. Я вот возьму под свой контроль. Сколько наших местных работает? Да практически все. Все? Да, у нас только ИТР. Это москвичи. Ну, не москвичи, а... Ну, специалисты. Да, специалисты. А все остальные, это все представители местной Чувашьей республики. Бетон отсюда берете, да? Бетон берем, да, со старателя. Арматуру, ну, смешил сервис, а ну, тоже с регионов. Мы все возим, где побыстрее, попроще. Ну, что-то у нас Волга рядом, речной песок самый дешевый. Да, берем с шпорта. Да, все, так и есть. В целом, все в порядке, работа идут. Декабрь 2016-го получится? Да, наверное, нет. Получится уже, наверное, с опозданием месяца два-три. Просто, да, из-за финансирования нам нужно приобретать основные части конструкции для пролетного строения. Это порядка 30 миллионов рублей. С учетом празднования 100-летия образования Чувашской автономии и 550-летия образования города Чеповсары нам удалось войти в федеральную программу. Мы по распоряжению правительства Российской Федерации данный объект реконструкции Московского моста защитили. И на самом деле, вы видите, объект уже строится стоимостью 1 миллиард 570 миллионов рублей. Это огромные средства, не мешая движению транспорта, транспорта всех видов. Сегодня строительство ведется. Подрядчики, на самом деле, ответственно поступают. Мы не торопим. Есть сроки, которые обговорены. Мы со своей стороны должны обеспечить финансирование. Подрядчики надлежащим образом выполнять свои строительные работы. И вот мы первоначально предусматривали, в конце, может быть, 2016 года, но я сейчас еще раз оценил ситуацию, подрядчику выслушал. Первый этап где-то в начале 2017 года у нас заработает. Когда первый этап, новый мост заработает, то, соответственно, начинается реконструкция второго этапа. Это уже старый мост, который будет разбираться, и вместо него будет возведен новый мост, три полосы движения. И в конечном итоге, шесть полос движения, пробки не будет, и движение будет для всех комфортным, и для автомашин, и для пешеходов, которые будут по пешеходной дороге здесь проходить, любоваться обликом города и видом на Волгу. Рост числа транспортных средств ставит перед городом не только перспективные, но и текущие задачи. Существующие дороги надо ремонтировать вовремя и качественно. Глава Чебоксар, Леонид Черкесов, держит эти вопросы на особом контроле. Много приходится в городе ремонтировать дорогу? Только за 2016 год были 21 раз резкие перепады температуры, и это, конечно, сказалось на дорожных покрытиях. Здесь вот, на улице, на пересечении 9-й пятилетки Хузангая, Торекс выполняет гарантийный ремонт дорог за счет собственных средств. А если посмотреть в целом по городу, в этом году большой объем работ предстоит, чтобы дороги городские привести в нормативное состояние. А что касается дворовых территорий, 2011 года мы в городе отремонтировали 734 дворовых территорий, привели нормативное состояние. И в этом году еще 140 дворовых территорий мы отремонтируем. И работы уже в ближайшее время, они начнутся. Всего вот, если с 2011 года посчитать, в городе сделана 421 детская площадка, детско-спортивная площадка. И в этом году плюс еще 70 детско-спортивных площадок будут сделаны на разных микрорайонах города. Если вот эта детская площадка в сквере журналистов на пересечении проспектов Мира и Ивана Яковлева открылась пару лет назад, и дорогу сюда хорошо знают мамы и их малыши со всей округи, то во дворе дома номер 27 на улице Пролетарской ребятня и взрослые только начинают активно осваивать спортивные тренажеры, отливающие свежей краской. Жители не скупились на слова благодарности в адрес городских властей. Нормально обстраиваются, мы очень рады. Спасибо вам огромное. Ну мы тоже будем еще детскую площадку дополнять, вот это там сейчас в этом году, перспективы какие-то. Жители, вот для более взрослых тут и хоккейная коробка, если будет такой универсальный, то и футбольный, в футбол можно играть. Ну как, нравится? Нравится, очень. Все могут, да, и кто помладше, кто поврослее позиматься, и сами мамы могут что-то заниматься. Конечно, сами тоже будем заниматься. Ну это тренажеры универсальные, антиводальные, все сезонные, зимой можно. Спасибо вам большое. Там кругом погнелись, после стройки все подземно ставят. Я говорю, прям за детей теперь переживать не будем. Сами-то опробовали, как вообще? Тяжеловато. Нормально, нормально. Ну это только поначалу тяжело, потом в легковом. Степенно пойдет, пробовали, да, все дело пойдет. Тем более, все красиво, тем более, что они не будут ржаветь, ничего. Ребенок не заденет, заусенцы не сделает, все гладкое, все чисто. Да, самое давно хорошо. У нас тренажеры, наверное, с 12-го года вот пошли, детские площадки заденствовали. И стоят они, да. Праздник вы сделали для наших внучат и правнучек, и все тут у нас бегают. Еще больше хочется на это деньги выделять. Дети особая забота, они наше будущее. И такие городки, где мальчишки и девчонки могут набраться сил и ловкости, появляются во всех городах и населенных пунктах республики. Хорошо, когда у подрастающего поколения есть добрые наставники и спонсоры. Гидроэнергетики в парке культуры и отдыха Ельниковской рощи в Новочебоксарске расширили границы неповторимого мира, живой природы. Сама роща уникальная Дубрава, а проложенная по ней экологическая тропа призвана научить детей лучше понимать окружающий мир. Вместе с воспитанниками детского сада номер 17 Чебурашка побывал здесь и заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малок и даже выступил в роли экскурсовода. Ребята, а дать я вам покажу лошадок. Эти лошадки называются пони. Кстати, посмотрите, здесь знаете, что написано? Любит сухари и морковь. То есть мы угадали, что взяли морковь. А вот такой разговор получился у Николая Владимировича с Дашей Мусихиной, Мишей Шершовым и Димой Семеновым. У вас вообще у кого-то дома есть, нет? Домашние животные? У меня есть черепаха, собака и кот. Ну вообще дружишь ты с ними? Да. Ну а кого больше любишь? Вот из тех, кого ты... Кота. Кота? А за что ты кота любишь? У него сладкость глаза. Он черненький. Черненький. По цвету, да, нравится? А вот если тебе дали возможность на выходные взять кого-нибудь из этого зоопарка, кого бы взял? С собой. Ну посмотри, кто тебе больше нравится. Кто нравится? А я в крови. Взяла кролика. Кролика, молодец. Здорово. Если честно, я тоже взял бы кролика. Знаете почему? Пушки большие, пушистые они, да? Прекрасный зооуголок получился, где и волки сыты, и козлята целы, и другим зверятам комфортно. Для нас это очень ценно и важно, потому что, как я уже сказала, мы здесь можем детей обучать, давать им экологические знания, воспитывать экологическую культуру. Ну, а у меня большое желание, конечно, прикоснуться к благому делу. Как это сделать, я думаю, найду варианты, но в любом случае я свой след оставлю. Положительный след. Появится какой-то новый животный. Да, мы посмотрим или животное, или еще что-то. То есть я что хочу сказать? При желании есть тысячи вариантов, вот как реализовать себя, как принять участие и как помочь в благом деле. Большое желание испытываю прийти сюда с внуком, с внучкой. И, конечно, те эмоции, которые получают, вот вы тоже были очевидцами, наши дети, это дорогого стоит. Это наглядный пример того, что совместно с небольшими, относительно, конечно, затратами, при желании делать доброе дело, можно созидать, можно творить. Ну, это первый шаг к добру. Сегодня на этом примере мы можем прививать любовь к животному миру, знакомить с животным миром. И знаете, что вот те эмоции, которые сегодня кипят в детях, и во мне проснулись, они, конечно, дорогого стоят. В республике с 2011 года реконструировано 370 парков и скверов. Сегодня этот процесс выходит на новый уровень. Самые грандиозные перемены происходят в парке 500-летия Чебокса. На его месте создается этнический комплекс с рабочим названием «Амазония». Парк 500-летия изо дня-день преображается. Мы говорим, что раньше из года в год, но сейчас изо дня-дня не виден. Скоро откроется, буквально в ближайшее время, спортивный комплекс по маутинбайку. И появились асфальтированные дорожки. Вот каскад прудов, первый пруд уже есть. Даже вот мы видим, что утки здесь плавают, рыба уже есть в этом пруду. И эта территория постепенно-постепенно преображается и становится благоустроенной для горожан. Фонари освещения, татуарные дорожки появились, инженерная вся сделана. В перспективе здесь появится аквапарк. В перспективе здесь появится канариум. В перспективе появится, мы говорим, что Чебоксарский Кремль, Амазония под таким названием. Ну, воссоздание старинного Чебоксарского Кремля. Гостиница, частный бизнес, пришел спорт. Сейчас мы видим, что территория фитнеса сейчас строит новый спортивный объект. Три этажа, современные спортивные и тренажеры, и разные спортивные залы, ну и бассейн. Этот парк одним из самых красивых мест будет в городе Чебоксар. А вот проект, к которому приковано внимание и жителей микрорайона Садовый, и всех водителей, проезжающих по Сугутскому мосту. Здесь сооружается двухуровневая развязка, которая свяжет в единый узел проспект Айги и улицу Фучика. Затем очередь дойдет и до подземного путепровода на пересечении с улицы Богдана Хмельницкого. Это обеспечит беспрепятственное движение на магистрале, ведущее с северо-западного района в центр города. Развязку надо сделать. По крайней мере, будут вспоминать про органы власти, про город Чебоксары. Это уже историческая мечта, по сути дела. Глава Чуваши, руководитель генподрядной организации общества СУОР и глава Чебоксар обсудили ряд важных вопросов, связанных с вводом дорожной развязки в строй. На месте легче вникнуть в проблему и расставить все точки над «и». При этом отмечалось, что объем работ выполнен огромный, с применением новейших технологий, в частности по очистке ливневых стоков. Здесь огромная работа тоже проведена и с левой стороны, и с правой стороны. Если так смотреть, сколько дренажа, сколько, оно же, ну, сколько подняли, вот обратно. Вот это все 250 тысяч кубов с земли здесь. Как всегда, да? Горубо. Мне верится, что мы ведем в этом году объект. Ленинкин, верится, нет? Верится, нет. Владимир Федорович, хотелось бы, чтобы дату еще раз назвал. Первое. Первый сентября. Первого сентября. Вам придется поэтапно все это разделить. Просто мы не можем, заканчивая вот этот объект, остановиться. В городе, путей, подъездные пути, дороги, развязки. Как живой организм нужно работать. Следующий тогда поэтапно Богдану Хмельницкого, путепровод. Николай Васильевич, ну, посмотрели сегодня вот этот объект, каким чувством с него вы уезжаете. Объект очень важный, очень нужный и ответственный. К реализации этого стратегического объекта мы давно шли, думали, обсуждали, встречались с депутатами городского собрания, с депутатами государственного совета, потому что не было источника. Все мы понимаем. Здесь очень грамотно, очень умно подготовили специалисты проект, а мы для этого, конечно, нашли соответствующие финансовые средства. Работы ведутся по графику, вот с предпринимателем, с подрядчиком Ермолаевым мы договорились, что он готов к первому сентября сдать этот объект полностью. К первому сентября в Садовом намечена сдача и вот этого очень нужного объекта для маленьких чебоксарцев. В детском саду остается закончить отделку бассейна и благоустроить близлежащую территорию. Посеять травку, посадить деревья и кустарники и обязательно украсить территорию цветами. Вы смотрели программу «Наша республика. Главная тема». Вот видите, как много делается для того, чтобы наша жизнь становилась краше. Но при этом надо помнить, что чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok